Тесс Гэрритсон Умереть снова Читает актриса Алла Човжик Глава первая Дельта Акованга, Ботсвана В косых лучах рассвета виден след, едва заметный, словно водяной знак, вдавленный в проплешину на земле. Будь это середина дня, когда жаркое яркое африканское солнце нещадно палит зенита, я бы ничего не разглядела, но ранним утром даже малейшие впадины и ямки образуют тени, и когда я выбираюсь из нашей палатки, этот единственный отпечаток лапы привлекает мое внимание. Я сажусь рядом с ним на корточке и покрываюсь холодным потом от внезапного сознания. Пока мы спали, единственной нашей защитой был тонкий палаточный брезент. Распахивается клапан палатки и появляется Ричард. Он довольно кряхтит, распрямляется и потягивается, вдыхает запах расистой травы, дымка и завтрака, который готовится на костре. Запахи Африки. Это путешествие – мечта Ричарда, и только Ричарда. А мне ничего подобного и в голову не приходило. Я всегда потакаю бойфренду в его желаниях. Режим по умолчанию – «Конечно, я согласна, дорогой». Даже если это подразумевает 24-часовой полет на трех разных самолетах из Лондона в Йоханнесбург, оттуда в Маун, а потом в Буш, причем последний самолет – архитичная этажерка, за штурвалом которой сидит пилот, еще не протрезвевший после вчерашнего. Даже если это означает две недели жизни в палатке, постоянное сражение с комарами и необходимость справлять нужду за кустиком. Даже если это означает, что я могу умереть, а именно об этом я и думаю, глядя на след, оставленный в земле, всего в трех футах от того места, где спали ночью мы с Ричардом. «Нет, ты почувствуй, какой воздух, Милли!» – радостно вопит Ричард. «Нигде больше нет такого душистого воздуха!» «Здесь был лев», – говорю я. «Хорошо бы собрать в бутылочку и привезти домой, и вот это был бы сувенир – запах Буша!» «Он меня не слушает, он слишком опьянен Африкой, слишком захвачен этой своей великой фантазией, белый искатель приключений на черном континенте, где все великолепно, все блестяще. Даже вчерашний ужин – консервированная свинина с бобами, которую он объявил самой замечательнейшей едой на свете. Я говорю громче. «Здесь был лев Ричард, рядом с нашей палаткой. Он мог запросто порвать брезент. Я хочу, чтобы он начал волноваться, чтобы сказал «О боже, Милли, это серьезно!» Но вместо этого он беззаботно кричит ближайшим нашим соседям. «Эй, смотрите-ка, ночью сюда приходил лев!» Первыми к нам присоединяются две девицы из Кейптауна. Их палатка рядом с нашей. У Сильвии и Вивиан голландские фамилии, которые я не могу ни произнести, ни написать. Им обеим за двадцать, а не загорелые длинноногие блондинки. И поначалу я их с трудом различала, пока Сильвия не заявила раздраженно. «Слушайте, Милли, мы с ней вроде не близнецы. Разве вы не видите, что у Вивиан голубые глаза, а у меня зеленые?» Девицы присаживаются по обе стороны от меня и разглядывают след лапы. И тут я замечаю, что они пахнут по-разному. Голубоглазая Вивиан пахнет травой-зубровкой. Это свежий, без малейшей горечи запах юности. Сильвия пахнет, как лимонный лосьон. Которым постоянно мажется, чтобы отгонять комаров. «Репелленты ведь ядовиты, вы знаете?» Они сидят по бокам от меня, как две светловолосые богини при входе в храм. И я, конечно, тут же замечаю, что Ричард снова заглядывает в низкие ворисмайки Сильвия, откровенно демонстрирующие ложбинку между грудей. Девушки, горячо возражающие против применения репеллентов, не следовало бы обнажать столь большие поверхности лакомой кожи. Естественно, Эллиот немедленно присоединяется к нам. Он всегда рядом с блондинками, с которыми познакомился всего несколько недель назад в Кейптауне. С тех пор он не отходит от них, как верный щенок, надеющийся, что ему уделят капельку внимания. «Это свежий отпечаток», — взволнованно спрашивает он. «Слава богу, хоть кто-то разделяет мое беспокойство». «Вчера я его здесь не видел», — говорит Ричард. Ред на лев приходил прошлой ночью. Только представьте, вышли вы по естественным надобностям и столкнулись с ним. Он рычит и, согнув пальцы, как когти, замахивается на Эллиота, который тут же отшатывается. Ричард и блондинки смеются. Эллиот — это для всех разрядка смехом. Озабоченный американец, чьи карманы набиты салфетками и баллончиками от насекомых, кремами от загара и дезинфицирующими средствами, антиаллергенными пилюлями, таблетками для чистки воды и всеми прочими возможными средствами выживания. Я не смеюсь вместе со всеми. «Кстати, чья-нибудь жизнь вполне могла бы здесь и закончиться», — замечаю я. «Но именно так и случается на настоящих сафари, разве нет?» — весело говорит Сильвия. «Вы ведь в буши со львами». «Похоже, это не самый большой лев», — говорит Вивиан, вглядываясь в отпечаток. «Может, самка? Как думаешь?» «Самец или самка? Сожрет и не поперхнется», — вормочет Эллиот. Сильвия игриво шлепает его. «Ой-ой, неужели испугался?» «Нет, я вообще-то думал, что Джонни преувеличивал, когда проводил с нами беседу в первый день. Оставайтесь в джипе, оставайтесь в палатке, иначе смерть». «Слушайте, Эллиот, если хотите абсолютной безопасности, то надо было идти в зоопарк», — говорит Ричард. «И блондинки хохочут, слыша его колкое замечание. Все кричат ура Ричарду, настоящему альфа-самцу. Подобно героям написанных им романов, он тот самый человек, который берет на себя ответственность и спасает положение. Или думает, что спасает. Здесь, в этих диких местах, он на самом деле всего лишь еще один бестолковый лондонец. Однако ему удается создать впечатление, будто он специалист по выживанию. И сегодня утром меня это ужасно раздражает. Как будто мало того, что я голодная и не выспалась, а теперь меня еще и гнус нашел. Комары всегда меня находят. Стоит мне выйти наружу, им словно кто-то сигналит колокольчиком. Обед готов. А я начинаю хлопать тебя по шее и лицу. Ричард зовет нашего африканского следопыта. «Кларенс, идите-ка сюда. Взгляните, кто к нам ночью приходил в гости». Кларенс, попивавший кофе у костра с мистером и миссис Мацунага, неторопливо идет к нам, жестяной кружкой присаживается рядом с отпечатком. «След свежий», — заявляет Ричард, новый специалист по бушу. «Лев прошел здесь, вероятно, прошлой ночью. Не лев», — говорит Кларенс. Он, прищурившись, смотрит на нас. Его черное лицо поблескивает в лучах утреннего солнца. «Леопард». «Откуда вы знаете? По отпечатку одной единственной лапы?» Кларенс рисует пальцем в воздухе над отпечатком. «Видите, это передняя лапа, форма круглая, как у леопарда». Он поднимается и оглядывает местность. И это только одно животное, значит, охотится в одиночку. «Да, это леопард». Мистер Мацунага снимает отпечаток своей гигантской камерой Nikon, у которой телеобъектив похож на какой-то космический аппарат. На нем и его жене одинаковые куртки для сафари, брюки-хаки, легкие шарфики и шляпы с широкими полями. Одежка у них одинаковая, вплоть до малейшей детали. В обоблюбованных туристами местах по всему миру можно найти такие пары, облаченные в одинаковое чужеземное одеяние. Когда смотришь на них, то кажется, что они проснулись утром и подумали, а не насмешит ли нам сегодня мир? Солнце поднимается все выше, размывая тени, так четко очерчивавшие отпечаток лапы, и спеша опередить его, остальные туристы щелкают камерами. Даже Элиот достал свой карманный фотоаппарат, но похоже лишь потому, что то же самое сделали все остальные, а он не хочет быть белой вороной. Только я не стала фотографировать. Ричард нащелкал столько, что хватит нам обоим, а он снимает на Кэнон ту самую камеру, которой пользуются фотографы National Geographic. Я прячусь в тень, но даже там, где солнце меня не достает, чувствую, как из-под мышек текут ручейки пота. Жара усиливается. У Буши каждый день пекло. Теперь вы понимаете, почему я требую, чтобы по ночам не выходили из палаток, говорит Джонни Постюмус. Наш проводник из старшей группы приблизился так тихо и даже не заметил, что он вернулся с реки. Джонни стоит теперь прямо у меня за спиной, и я поворачиваюсь к нему. Фамилия у него более чем мрачная. Постюмус. Но она довольно широко распространена среди поселенцев-африканцев, чьим потомком он является. Его лице решительные черты предков голландцев. У него светлые, выжженные солнцем волосы, голубые глаза, загорелые до черноты ноги в шортах-хаке, похожие на древесные стволы. Комары, как и жара, совсем его не тревожат. И он не носит шляпы, и не пользуется мазями или репеллентами. Он вырос в Африке.